В Центре детского творчества «Гармония» состоялось открытие первого всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества. Свои лучшие творения представили юные рукодельники и взрослые мастера из разных городов региона. Всего порядка 400 работ. Цель нашего конкурса – это сохранение народных традиций, поэтому многие номинации посвящены традиционным народным промыслам. Вот это и роспись по дереву, резьба по дереву, традиционные народные куклы, глиняная игрушка и так далее, много валяния. Также среди 18 различных номинаций есть современные техники – пластилинография, аппликация соломкой, аэродизайн. Отдельное место занимает номинация «Творчество педагога». Так, например, Наталья Тачанова представила свое творение в виде русских нарядов, а сам образ и стиль одежды она позаимствовала у художника Константина Маковского. Темы дают заблаговременно, и у нас было время, два с половиной месяца, для того, чтобы подготовиться к этому конкурсу. Конкурс, в данном случае, в народных традициях. Мы обратились к истории народного костюма и как раз истории пошива в народных традициях, что было характерно для периода 18 века. Главная цель конкурса – это сохранить и передать детям любовь и интерес к традиционным народным ремеслам. Работы были представлены разнообразные, и жюри предстояла нелегкая задача дать объективную оценку каждой. Но все же главным критерием на пути к победе является верность определенному промыслу. Ни разу не было разочарования в работах. Вот настолько дети и педагоги стараются, что глаза просто разбегаются. Ты не знаешь, вот этой, этой или этой дать гран-при. Хорошо, что у нас есть и гран-при, и первое место, и второе, и третье, иначе бы было просто невозможно. Вообще, очень хорошая работа. И главное, что среди них много тех, которые действительно хранят русские народные традиции, русских народных промыслов. Помимо конкурса, в этот день были организованы различные мастер-классы. Учили плетению поясов, квилингу, валянию сов из шерсти. Все пришедшие получили только положительные эмоции. Работа, которая очень успокаивает, особенно если прийти после трудового дня и заняться, то нервы абсолютно приходят в равновесие в полное. Ну и результат, эстетика, красиво, можно использовать где угодно. Хотите, вам на блузке, хотите, отделайте какую-нибудь работу. В каждой номинации был определен победитель. Отрадно, что половина наград досталась мастерам из Ленинского района. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Елена Кошелева, Видное ТВ.